Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Божьев. Хочу сегодня ответить на такой злободневный вопрос, который почему-то совершенно в нашей медицине до врачей не доводится, как холестерин. Дело в том, что у нас в этой теме все поставлено с ног на голову. И, к сожалению, и врачей учат, что холестерин вредный, когда его много и так далее. И людям тоже вбивается в голову, что надо есть как можно меньше холестерина, что он вреден, что он способствует развитию атеросклероза. Значит, друзья мои, я сразу говорю, что это все бред. Объясняю. Холестерин – это строительный кирпичик нашего тела. Все наше тело состоит только из двух веществ – из белков и из жиров. Все наше тело является белково-жировой субстанцией. И оболочки, которые у нас есть внутри, вот эти все мембраны клеточные, мембраны сосудистые и так далее, они как раз тоже состоят из белков и жиров. Поэтому холестерин – это жир. Это и есть как раз тот самый строительный кирпичик вот этих всех наших внутренних оболочек. В том числе даже мембран клетки. Понимаете, мембраны клеток состоят тоже из самого вот этого самого холестерина. Поэтому его много не бывает. И доказательством является тот факт, что 85% холестерина вырабатывается в нашей собственной печени. Никакого отношения к тому, сколько мы съедим, не имеет. И только до 15 всего-навсего процентов холестерина мы можем потреблять с пищей. А все остальное у нас свое собственное. Из тех жиров, которые мы получаем с пищей, он вырабатывается в нашей собственной печени. Поэтому это очень важный элемент. Мы из него состоим. А почему он повышается? А элементарно просто. Потому что повышаться холестерин может только в одной ситуации. Когда человек любит много нервничать. Дело в том, что стресс это реакция нашего тела, направленная на повышенную, на то, чтобы подготовить тело, мгновенно подготовить тело к повышенной физической нагрузке. Ну, мой любимый пример. Олень стоит, пасется там, травку жует, ветерок подул, запах хищника. Опа! У оленя стресс. Выбросились гормоны, да? Он готов либо удирать со всех ног, уносить свое тело от хищника, чтобы его не съели. Либо, если уже поздно, то драться с этим хищником, вступить с ним в схватку не на жизнь, а на смерть. А для этого нужны силы. И вот стрессовая ситуация вот эта. Есть как раз мгновенная подготовка тела к вот этой самой ситуации борьбы. То есть повышенного физического напряжения. Либо убегать как можно быстрее, то есть с перегрузкой для организма. Либо драться за свою жизнь тоже с перегрузкой для организма. Вот смысл стрессовой реакции именно в этом. То есть это адаптационное. Мы говорим, стресс это плохо. Стресс это не плохо. Плохо, когда мы не отрабатываем. Когда вслед за стрессом не идет вот этой самой физической нагрузки. Вот тогда стресс начинает на нас плохо влиять. В природе так не бывает. В природе это только у человека. Мы можем получить стресс и не отработать его физически. А звери всегда отрабатывают физический стресс. Поэтому стресс это адаптационная, нормальная адаптационная реакция организма, направленная на выживание этого животного. А если человек не дал физическую нагрузку после стресса, то у него вот эти гормоны в крови, которые выброшены, гормоны стресса в кровь, они не отработаны мышцами. Они должны отрабатываться. Но если не было физической нагрузки, значит не было отработки. И тогда получается ситуация, когда гормоны стресса остались надолго в крови. Но эти гормоны разрушают сосудистую стенку. А в сосудистой стенке находятся факторы свертывания крови. Кровь у нас сама по себе. Если сосудистая стенка цела, не повреждена, то кровь может стоять в сосудах сколько угодно. Примером является плацента. Все знают, что плацентарная кровь не сворачивается. А почему она не сворачивается? А по одной простой причине. Потому что в плаценте, в стенках плаценты, сосудов плаценты, нет факторов свертывания крови. Вот и все. А в других сосудах они есть. И если человек перенес стресс и не отработал его физически, то вот эти факторы свертывания крови, факторы стресса, гормоны стресса, повреждают сосудистую стенку. И факторы свертывания крови, которые в ней находятся, попадают в кровь. Это тоже адаптационная реакция, которая направлена на свертывание крови. То есть происходит тромбоз. А раз происходит тромбоз, значит мы можем померить от повсеместного тромбоза. Организм это знает прекрасно. И для того, чтобы не дать вот этим факторам выйти, он тут же в экстренном порядке начинает замазывать вот эти повреждения гормонами стресса, повреждения сосудистых стенок. А это и есть холестерин. Холестерин почему? Потому что эти стенки сосудистые состоят из холестерина. И холестерин является как раз вот той самой замазкой, которой и нужно замазывать. Вот именно это организм и делает. Мы же начинаем рассказывать, о, у вас там вот атеросклеротические пляшки, у вас холестерин отложился в стенке, он повредил стенку. Это не он повредил стенку. Это гормоны стресса повредили стенку. А холестерин только замазал это повреждение, чтобы не дать выйти факторам свертывания крови, чтобы предупредить образование тромбоза. Понимаете? Поэтому это очень полезный и жизненно важный элемент в нашем теле холестерин. Но когда человек любит много нервничать и не любит физически отрабатывать этот стресс, то тогда у него постоянно идет повреждение вот этой сосудистой стенки. И тогда именно и образуется вот тот самый атеросклероз. И именно тогда организм-то умный, он-то знает, что нужно держать вот эту замазку холестерин на готове. Потому что хозяин-придурок любит очень много нервничать. Ему срочно нужно держать вот эту замазку, чтобы замазывать, замазывать и замазывать стенки. Чтобы он не помер по своей дурости. Вот смысл-то в этом, понимаете? Поэтому когда вам говорят, что у вас слишком много холестерина, задумайтесь не о том, как его снижать. Его не надо снижать. Задумайтесь о том, что вам нужно либо не нервничать, перестать испытывать стресс, либо физически отрабатывать этот стресс. Вот тогда у вас таких повреждений сосудов, как атеросклероз, не будет. Если вам этот ролик понравился и показался вам полезным, вы узнали из него что-то новое, то я предлагаю вам написать это в комментариях под этим роликом, поставить лайк и можно подписаться на этот канал. Если вы хотите узнать больше и у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, тоже можно записать в комментариях. И переходите на этом канале, под этим видео есть ссылочка, как записаться на видеокурс онлайн Школа Здоровья. Переходите туда, пожалуйста, милости просим, там все разбираем гораздо более подробнее. На этом я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до нового видео!